Как правильно настроить игру, чтобы нагибать всех противников и успешно апнуть легенду? Прямо сейчас все фишки новых настроек Stand Off 2! А ты ставь лайкос и его цифра покажет, что тебе выпало. Поехали! Наконец-то в игру вернулся голосовой чат, самый полезный и простой инструмент для общения с командой. Но вот после обновления заметно, что не все игроки поняли, как он работает и как правильно его настроить. Сейчас покажу все возможные ситуации. Для начала сам голосовой чат нужно активировать в настройках, и это я думаю сделали все. Но также можно менять и режим общения с командой, а этого многие не знали. Смотри, первый вариант активация чата голосом, но вот использовать этот вариант я не советую. В микрофон точно будут залетать все ненужные звуки, и ты явно перестанешь быть желанным тиммейтом. Куда проще сделать общение по нажатию кнопки, и вот как это активировать? Создай обычное лобби. Снизу нажми на иконку динамика, и нужно выбрать голосовой чат включен, а микрофон выключен. И не бойся, все будет работать, только теперь у тебя появится кнопка с иконкой микрофона. По нажатию на которую ты будешь давать инфу, и это шикарная, простая и правильная настройка. А вот этот скин я дарю двум подписчикам, для участия просто подпишись на канал с колокольчиком, как я показал, и пиши коммент с айдишкой, все готово, удачи! После обновления мы получили новую функцию сейв зоны, которую многие еще не активировали. Но я настоятельно советую потестировать эту историю, что важно для любого сильного игрока, как можно больше полезной информации на экране, следовательно, все основные кнопки управления мы стараемся расположить ближе к краю экрана. Но мы прекрасно понимаем, что случаются фантомные нажатия, все конечно зависит от твоих рук и телефона, либо планшета, но в любом случае. Очень неприятно проигрывать раунд по глупой причине случайного нажатия на экран. Теперь игра позволяет настроить вот такую красную зону, которая не будет фиксировать нажатий. Все, что нам необходимо сделать для комфортной игры, потестировать разный размер этой сейв зоны, а все важные элементы управления сдвинуть вне ее. В комфортные для твоих пальцев позиции, теперь ты получаешь идеальную раскладку, которая не будет вызывать дискомфорта, а прослитые раунды из-за фантомных нажатий можешь забыть навсегда. Пользуйся, штука полезная! Также советую отрегулировать радар через новые настройки, как мы все прекрасно знаем, стендов делится ровно на две части. Это перестрелки, а вторая часть игры тактика и стратегия принятия решений при игре. И вот радар это огромный буст твоей игры в плане тактики. Теперь его можно сделать действительно большим, это очень крутая штука. Выкручивать на самый максимум не советую, но сделать размер немного больше стандартного нужно однозначно. Особенно если ты играешь в соревновательные режимы, ведь никто не застрахован от не очень добросовестных тиммейтов, которые в Войсчат могут особо не давать информацию. Остается только звуки, которые мы слышим в наушниках, ну и радар, обычная классика. И чем больше инфы мы видим, тем нам выгодней. Тем более теперь радар можно двигать и переместить туда, где тебе реально будет удобно быстрее считать инфу. Это позволит выходить на врага по информации или перемещать своего персонажа относительно текущих условий. Очень круто, пользуйся! Ну а сейчас будет небольшая фишка, которая позволит тебе получать куда больше информации, чем другие игроки. Я уже показывал фишку, которая позволяет посмотреть сколько урона ты нанес. Но сделать это можно только после слива в рамках раунда, но есть еще одна возможность немножко жульничать. Для этого используем задание боевого пропуска. Иногда там появляются самые простые квесты, а-ля нанести урон. И вот если уже в игре включить отслеживание какого-то из этих заданий, ты напрямую будешь моментально видеть сколько урона ты нанес прямо в углу экрана. И сливаться даже не придется, эта система работает, так скажем, в прямом эфире, поэтому абсолютно никаких задержек и мудростей. Иногда эта штука ну очень помогает быстро инфу давать. Конечно, использовать это 24 на 7 не получится, все зависит от паса. Но если возможность есть, обязательно включай, это отличная маленькая фишка. Вроде бы кнопки управления у нас обновили, но само управление осталось прежним, что действительно хорошо. Но вопрос остается открытым, какая раскладка кнопок управления самая лучшая, самая эффективная? Я посмотрел на все возможные гайды, буквально десятки вариантов раскладки. И сейчас мы все ждем ответа на вопрос, какая из них лучшая, где эта победная схема? Ну ладно, раз вам очень нужно, отвечаю, победной схемы не существует. Вот только представь. Есть киберспортсмен или ютубер, который показывает ну реально впечатляющие результаты, ну значит он нашел секрет раскладки управления, но на самом деле нет. Он просто все, что можно подогнал в игре и телефоне под свои руки, свою посадку при игре и свое устройство. Вот кто-то играет на телефоне, кто-то на планшете, длина пальцев у всех разная, да и хват телефона тоже. Это все огромное количество мелочей, но большинство игроков продолжает служить всех подряд. Ломать себе пальцы и расстраиваться, вот я играть не умею, поставил лучшие настройки, а у меня ничего не получается. Да глупости это все, ты умеешь играть и делать это круто, но для этого придется настроиться под себя лично и никак иначе. Только такой вариант действительно хорошо сработает и результаты сразу заметишь. Самое важное, что нужно для успешного отыгрыша стабильный и высокий фпс, или же значение кадров в секунду. Но чтобы получать больше кадров, нужно учитывать все. Во время игры желательно скинуть с устройства всю внешнюю нагрузку, уведомления, разные нагружающие приложения. А вот в игре можно менять исключительно графику, и лично я играю на максималках, чтобы на ролике все смотрелось красиво. Но обычному игроку это не особо нужно. Тут тонкостей много, но вот есть определенные настройки, которые прям кушают твой фпс. Например, анизотропная фильтрация, сильно картинку это дело толком не меняет. А вот по производительности бьет прилично, поэтому все возможные настройки графики можешь смело снижать, не думай вообще. Ровно до того момента, как у тебя будет стабильная ситуация по фпсу, и если ты играешь на телефоне, вообще графика и понимание игры совсем не поменяются. А вот плавность картинки, отсутствие фризов добавит тебе эффективности. И кстати, изменения в своей статистике и победах ты увидишь моментально. Прямо сейчас отправь этот ролик другу, а то что он не настроенный сидит, а пока он смотрит, нажми на этот видос. Там главный секрет игры, который ты еще не видел. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok